И в это удивительное трансцендентное место, Калия Даха, у Калия Рад. Однажды летом, когда Кришне было около шести лет, Вместе со своими друзьями, Кришна отправился пасти коров в лес неподалеку. Это было летом, было очень жарко. Это был полдень. Это было очень жарко, коровы захотели пить и они пришли в это место, которое называется Рад. Это когда течет река и есть такой у нее проток, как бы река образует небольшое озеро отдельное и вода там никуда не течет, она там остается. Но на одном из островов в этой реке Калия, Нага, змея, нашел себе такое жилище. И из-за его яда, то даже вся вода в этом Раде кипела просто. Все цветы и деревья погибли из-за этого яда на берегу Раде. Если птица пролетала над озером, то птица просто погибала, он был настолько ядовит. Но коровы, поскольку они очень хотели пить, они забежали вперед пастушков к этому озеру и стали пить из него. И только лишь прикоснувшись губами к этой воде, коровы упали как будто бы замертво. Тогда пришли мальчики-пастушки. И, как вы знаете, гопы, пастухи очень любят коров. Потому что коровы очень дороги Шри Кришне. Увидев, что все коровы мертвы, все мальчики начали плакать. И мальчики тоже потеряли сознание и упали как будто бы завертво. И тогда прибыл Кришна. И увидел, что все его коровы и все его друзья лежат на траве, как будто бы они мертвые. А ему всего лишь шесть лет. И все, кого он так любит, коровы и его друзья-пастушки, они умерли. И Кришна просто стал плакать от горя. И слезы капали с его лица, по его телу спускались на землю. И текли потоками в разных направлениях. И когда в потоке слез разлуки Кришны прикасались к лежащим на земле мальчикам-пастушкам, они оживали. Все мальчики открыли глаза и в изумлении посмотрели друг на друга. Что случилось? И коровы также вернулись к жизни. Благодаря прикосновению слез Кришны. Мальчики думали, что же произошло? Неужели мы умерли, но Кришна вернула жизнь? Как это возможно? Один мальчик сказал, а я знаю секрет. Другие мальчики стали спрашивать, расскажи же нам, что случилось. Кришна, по Своим взглядом, Кришна вернулась к жизни. Потому что Гага Чарья, когда он сделал Кришна's хороскоп, он увидел в хороскопе «Анина-сарва-драга-ни, ювас-андас-три-та» Это означает, что те, кто имеет любовь к этому ребенку, какие-то трудности в их жизни, то, по Своему-мальчику, они скроют все проблемы и трудности. Потому что, когда Гага Чарья составлял гороскоп Кришны, то он сказал, что те, кто любит этого мальчика, какие бы проблемы и сложности в жизни им не встречались, благодаря ему они все преодолеют. Так что Гага Чарья сказал, «Анина-сарва-драга-ни, ювас-андас-три-та» «Only by Кришна's grace, those who love Him, they will overcome all difficulties, and that's why we are alive». Гага Чарья сказал, «Только по милости Кришны, те, кто любит Его, смогут преодолеть все трудности, и поэтому мы живы». И Кришна подумал, «Вот эта наглая змея, которая здесь живет, вот такие проблемы доставила моим друзьям». Я проучу его хорошенько. И Кришна заткнул волосы в тюрван, затянул пояс покрепче, и забрался на это самое дерево. Вот это самое дерево. Оно до сих пор живо. И это дерево узрело даршану этой лилы. И по этой самой ветке Кришна спустился на конец вет, на конца. И как борец сделал вот так. Похлопал себя. И прыгнул в воду. Бои-таки сказали, «Нет, Кришна, что ты делаешь? Вернись!» И когда Кришна приземлился, прыгнул в воду, то его прыжок был такой силой, что разошлись волны огромные. И мальчики увидели эти гигантские волны, они испугались и убежали. Кришна сплачивает и делает звук. Кришна думала, «Ки кто делает в моем месте?» Кришна специально плескался и делал шум, чтобы вызвать Калию. И Калия тогда подумала, «Это кто тут шумит у меня дома?» Калия had 1000 голов, но 101 из них были преминент. И он сплыл через воду, и где Кришна играл в воду, из его носа шел такой ядовитый дым, как будто бы зелье ядовитое из котла поднимается. И Кришна тоже изо рта у него. Мальчики в ужасе были. Калия атаковал Кришну. Он полностью защемил Кришну своими кольцами. Они даже не могли видеть Кришну, они просто увидели, как из колец где-то выглядывает кусочек питамбара, а где-то перо от павлиния. И в тот момент, в этот момент, над Враджем стали появляться неблагоприятные знаки. Для мужчин, если дергается ваш левый глаз или конечность, левая рука, левая нога, это значит, что что-то неблагоприятное случится. А для женщин, правая сторона. И по всему, в Враджем, все враджевайцы чувствовали неблагоприятные знаки в своем теле. Они видели кометы, очень неблагоприятные знаки, это комета, и над Враджем стали пролетать кометы. И были трамы на земле. Было даже землетрясение, земля дрожала. С видением этих неблагоприятных знамений, они думали, что что-то страшное должно случилось с Кришной, и они побежали по его следам, которые он оставил утром. Но как что-то неблагоприятное вообще может случиться во Враджем? Это transcendentное место. И Кришна не может быть ни в какой опасности находиться. Но что случилось? У полубогов не так часто выдаётся возможность послужить Кришне. Они думали, что чтобы сделать этот пастайм очень драматичный и красивый, сейчас мы имеем возможность послужить. Таким образом, Матерна Земля делала трамы на земле. И демлагоприятные кометы в небо. Индра делала левые руки. Таким образом, все демлагоприяты были специальным департаментом в этом драме. Это был их спаситель. Что случилось? У полубогов не так часто выдаётся возможность послужить Кришне. И здесь они подумали, ой, это наступил наш шанс. Потому что это нороват лилы Кришне, его человекоподобные лилы. И поэтому они решили провести спецэффекты в этой драме. То есть Мать Земля, Богиня Земли задрожала. Индра послала людям дрожь в разных частях тела. Они создали спецэффекты в теле. Они создали спецэффекты в теле. Все Траджаваси прибежали, стали на берег и стали смотреть. Они стали плакать, падать в оморок. Мама Яшода и другие женщины хотели зайти в воду. Но Баларам Прабху, он знает силу своего брата. Он знает силу своего брата. Поэтому он смирал и держал всех обратно. Не думайте, просто ждите. Кришна будет хорошо. Баларам Прабху, поскольку он знает тело своего брата, он стал всех успокаивать и восстановил. Не переживайте, всё будет хорошо с Кришной. Так что Кришна все равно был сжат кольцами калия. Но что он делал? Он выглядывал из этих колец. Он смотрел. И поджидал. Смотри. Окей, мой папа здесь. Мама здесь. Мама здесь. Мама здесь. Мама здесь. Где же гофи? Он ждал гофи. Он ждал гофи. Он ждал гофи. Он ждал гофи. Гопи не может это увидеть. Я должен им показать, какой я герой. И вот гофи потихонечку стали подходить. Где же Радарани? Где же Радарани? И он увидел наконец как пришла Радарани. И Гришна подумал, ну всё, теперь время наступило. И он просто вырвался мгновенно из этих колец калии. В этом лиле таится очень важный секрет. Вы видите, до этого дня Кришна убил стольких демонов. Он душил кого-то. Он душил кого-то. Он kicked them. Он punched them. Но когда Радарани пришла Радарани, Кришна is now six, about six and a half. And he's just going from being, it's Dwarpa-yuga. So the time is a little bit different. He's just making the transition from boyhood to being adolescent. Young man. So when Radharani arrived, then for the first time, her romantic love for Krishna was awakened. Before Gopis, everyone has love for Krishna. And Gopis, they have Samanya Prem, a general type of love for Krishna. Affection. But now as they're growing up, they begin to think, Oh, Krishna's a beautiful boy. I want to be his beloved. And when Krishna felt the intense love of Radhika, who was looking, Oh, my hero. Then he was in such ecstasy. Instead of fighting with Kaliya, he just started dancing. You see, because dancing is one anubhava. Anubhava means when you're feeling some ecstasy in your heart and you just can't contain it and it breaks out in some activity. So dancing is outer expression of ecstatic love. So when Krishna was realizing, how the beautiful daughter of Prishabana Maharaj loves him so much, and all Gopis, he could not contain his ecstasy and he just started to dance. And saying all the mantras, you know, the tabla mantras, mrdanga mantras. And all the tabla mantras, tabla mrdanga mantras. Tereke te kadagini peha! Boom! And he came to the strong beats and he would give a kick on one of the heads of Kaliya. So Kaliya was trying to attack Krishna with many heads, but Krishna was jumping and dancing and spinning and every now and then peha! stamping on his heads. By showing his dancing skills, Krishna was making invitation. Oh Gopis, can you also dance like me? One day you should show me. So the wives of Kaliya, they were great Vaishnavis actually. It often happens that if there's a couple, then the wife is a great devotee and husband is a demon. It's not uncommon. So when Kaliya was trying to kill Krishna, but Krishna was smashing his heads again and again, then they were watching and thinking, yes, just kill him. We want to become a widow. It better to be a widow than have a husband who is a demon. So after Kaliya had been kicked in his head about 10 million times, some sense came in him. How many times do we have to be kicked in the head before we get some sense? How many times do we have to be kicked in the head before we get some sense? You are laughing at Kaliya. So then Kaliya, he remembered once I had a fight with Geruda and Geruda whacked me with his wings. But this boy, he is hitting me harder than Geruda. So that can only mean one thing. He must be Bhagavan. The Supreme Personality of Godhead. And some humility came in his eyes, some feeling of surrender. When the wives of Kaliya saw the humility in his eyes, then they thought, personality make over. His personality has changed, and for the first time he is becoming humble. that means he could become a devotee. So then the wives of Kaliya, they prayed to see Krishna. They said, kasyana bhavosya nadeva vidmahe tavangri reynum sparshavikaraha yadvanchya sila lanar charattapu vihaya kamam suchiram drdabrataha. O Krishna, we don't know what this snake has done in his previous life, that now his head is decorated with your foot dust. Even Lakshmi Devi, the goddess of fortune, has left Vaikuntha and come to Vrindavan, but still she did not attain your foot dust. So it's a great miracle that you've given such mercy to him. So then Kaliya, he began to offer prayers to Krishna also. He said, I am an envious snake. But this is my svabhava. Remember we were talking about svabhava this morning. And it's very difficult for any living entity to give up his svabhava. His conditioned nature. So you can give mercy to me or you can punish me Krishna as you like I surrender to you. So then Krishna, he stopped beating Kaliya. And he blessed him that now your head is touched with my footprints. Garuda will no longer fight with you. So you should leave this place. This place was the only place where Garuda could not come because of the curse of Subbari Rishi. So then Kaliya and his wives said, before we go, can we just do one puja? So Krishna sat down on the island. And then Kaliya, along with his wives, the Nagapatnis. And the children also. They brought many gifts to Krishna. And they performed arati to Krishna. So they were decorating him with beautiful silks. And many jewels from their treasury. So when Krishna appeared in Mathura, he appeared with a forearm form with Kastuba Mani. But when Krishna was born from the womb of Madhya Shoda, he cannot appear with ornaments. But the Kastuba Mani is part of Krishna's Swarup. Yoga Maya had hidden the Kastuba Mani in the treasury box of Kaliya. So when his wives were looking through their treasury box for different jewels, they found, oh, this is a good... I didn't know we had that. Beautiful. And they decorated Krishna. Now he's about to manifest his kisho form. With full beauty. So then, when the arati was over. Then Kaliya said, oh, Krishna. I know that if you want to go anywhere, you can just call Garuda and Garuda will carry you wherever you want to go. My brother Garuda. Before they were enemies. I said, my brother Garuda. He said, but, if ever Garuda wants to take a day off, and you want to go somewhere, just call my name. Remember me. And from wherever I am in the universe, I'll immediately appear there and carry you wherever you want to go. I am your servant. So then Kaliya and his wives, they flew, they're Nagas, a type of Devata, and they flew through the sky. And they went to Ramanak Dvip. And Krishna came out from the water onto the bank here. And all the bridge basses ran forward and embraced him. By such pastimes as this. You see, why does Yogamaya allow demons to come to Vrindavan only to make some dramatic situation where everyone will feel anxiety? And then when Krishna is saved, then... And their love is increasing and increasing. This is why Yogamaya brings the demons to always continue to refresh and increase the love of Vrindavan. Why Yogamaya brings the demons here? So the wives of Kaliya had prayed, Kastiyana Bhavoshana, Devavidmahe, we don't know what this Kaliya has done to get your foot dust on his head. So what's the answer to that question? Only the wives of Kaliya who said that prayer cannot answer that question due to their own humility. Because they were pure devotees and they prayed to Krishna on behalf of Kaliya. That's why Krishna gave mercy. It's all because the wives of Kaliya are pure and righteous. And only thanks to their prayers, Krishna gave such a love to Kaliya. So here the Siddhanta has been established. Vaishnava sees that we are serving sincerely and prays to see Krishna on our behalf. Then Krishna's mercy is always following behind the mercy of the Vaishnava. If we truly serve some Vaishnava and Vaishnava, then he prays for us. And then Krishna's mercy is always following the mercy of Vaishnava. And he comes to us. So there are many other beautiful pastimes here, but we have to complete our Vrindavan Parikrama today. So give your Pranam, give some Pranami here. Pray for the mercy of this Kadamba tree that was touched by Siddhanta's lotus feet. And then we'll continue on our Vrindavan Parikrama. We will continue on our Vrindavan Parikrama. We will continue on our Vrindavan Parikrama. So please raise your Pranam and Pranami. And pray for this tree that we will continue on our Vrindavan Parikrama. and pray for our Vrindavan Parikrama. And pray for this tree that we will continue on our Vrindavan Parikrama. And pray on our Vrindavan Parikrama. So I'll pray for the mercy of Vaishnava. Продолжение следует...